Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня по традиции мы разберем один единственный стих из поучения Спасителя. Стих глубокий, стих, и правда сходу не очень понятный, потому что в нем приточные образы использованы. Но порой это тоже не привлекает к нему внимания, а наоборот наш разум пытается обойтись меньшим сопротивлением и найти что-то более простое. Итак, давайте откроем Евангелие от Марка, 9 главу, и прочтем 49 стих. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Если мы посмотрим на другие слова Спасителя, Господь говорит самим апостолам. Вы соль мира, и вы должны весь этот мир осолить. Но в данном случае, в следующем стихе Господь в принципе говорит, что соль это добрая вещь, нечто доброе. Доброе, которое помогает сохранить это нечто доброе и в других вещах. Для нас уже соль это просто как некоторая вкусовая приправа. Это тоже важно понимать для приточного толкования этого образа. Вот ты взял и суп совсем не соленый. Ну, конечно, съел, но если чуть посолил, уже вкуснее. Взял и, конечно, сейчас модно и полезно, без соли что-то есть, но все равно хоть немножко соли. Если уж не соль, то какая-то другая приправа должна с пищей быть. Иначе тоже будет пресно. Недаром слово пресный, оно в отношении пищи является синонимом, ну, безвкусный. Уже вошло это в нашу христианскую европейскую культуру. И вот точно так же и мы вспоминаем, как в средние века и в новое время, какое внимание к соли было. И даже налог специальной соляной собирался один из самых высоких. И для того, чтобы монополию во Франции в Королевской сохранить, королевские семьи на соли, то даже войска выгоняли на отмели, чтобы люди морскую соль не собирали. Все почему? Потому что помимо некоторых вкусовых качеств, соль имела значение как консервант. Да, это сейчас всякие консерванты, ядовитые, не очень. Или просто ты в герметично упакованную, законсервированную среду помещаешь какой-то продукт, и он там тоже безопасно хранится. И опять же холодильники, морозильники. А так, нет, зима закончилась. Или уж тем более, если мы берем Палестину, где нет такой зимы, где можно пельмени в подвале хранить, и ничего с ними не будет. Соль, она очень нужна и важна как раз для того, чтобы не испортилась. Соль важна для того, чтобы уже, если мы в плане души смотрим, то, что посеянное, доброе в нашей душе, чтобы оно сохранилось, пережило в том числе некоторые тяжелые времена. Чтобы то, что мы добрые, вечные и какое-то вести Христе несем окружающим, чтобы это тоже усвоилось. И здесь тоже нам, однако, интересно. А при чем здесь огонь? А как раз, если человек берет и готовит пищу, то он использует огонь. Либо напрямую над костром как-то поджаривает, коптит, либо воду кипятит и туда пищу помещает. И тоже мы погружаемся в этот кулинарный и приточный образ, который Господь нам говорит. Вот помните песнопение «Готово сердце мое Божие». Как раз наша задача уготовить с пути Христу, как пророк притечий, креститель Господин Иоанн говорил. Вот тут уготовлять, приуготовлять. Вот как повар приготовляет пищу для того, чтобы ее принести и подать кушанье, устроит брачный пир, так и мы готовим свою душу, всю свою природу, чтобы посвятить Христу. И таким образом мы тоже приходим на брачный пир в Царстве Небесном. И более того, сам Христос, сам Бог, Творец мира берет и себя, как вот поется на литургии прежде от священных даров, что вот «заклатися и датися в пищу верных» себя отдает. Господь приходит, воплощается, проповедует и идет на крестцы смерти, на позорную смерть, для того, чтобы, как уже сказано в Евангелии, «кровь моя, вот это истинное питье, а тело мое истинная пища». Вот эта истинная пища и питье, можно сказать, идеальна. Идеально то, что вот где совмещается и вот этот и соль, и огонь. Господь берет, и настолько в нем много вот этой соли, что он приходит, нисходит в ад, и пламя адское, о котором мы из Евангелия знаем, тоже это понятно, это нематериальный мир и приточный образ, что это где чернь не усыпает и огонь не угасает. И этот огонь не может повредить, повредить Христу, и Господь сокрушает врата адские, выводит в ветхозаветных праведников. Точно так же мы смотрим на самих этих ветхозаветных праведников. Это те люди, которые старались жить по ветхозаветному закону, которые старались угодить Христу. У них это, конечно, плохо получалось, еще человечество не было спасено, но в любом случае даже самые святые люди, которых мы почитаем как великих отцов Ветхого Завета, тот же самый пророк Моисей или царь и псалмопевец Давид, все равно умирали и куда попадали? Попадали в ад. И даже человек, который мученическую смерть за Христа принял, ну как, например, пророк Исаия, которого недаром зовут ветхозаветный евангелист, настолько его точные образы пророчица того, как Христос пришел, описывающий его жизнь, его проповедь, его смерть. И вот тоже умер, умер, пострадал, всю жизнь проповедовал, возвещал грядущего Христа, и тоже в ад попадает. Но вот смотрите, что, как получается, даже пребывая в этих глубинных адских, они не отделены от спасения. Приходит Христос и выизводит праведников из ада. И они, несмотря на то, что по итогам своей жизни в ад попали, ветхозаветные праведники, они этим спасаются, потому что у них есть вот это ветхозаветное откровение, которое есть в их сердце, оно помогло им удержаться от греха в той или иной степени, необходимое для того, чтобы продержаться, пока Спаситель придет. Нам, новозаветным людям, конечно, дано значительно больше. Но тоже вот мы можем понять, есть в нас вот эта соль, нечто доброе, которое нас сохраняет от этого тления, которое дает некоторый вкус нашей жизни, которое дает людям рядом с нами, не просто нас терпеть, а, наоборот, немножко наслаждаться нашим общением, точно так же, как человек наслаждается хорошим вкусным кушанием, приготовленным с любовью. Вот если это нас есть, это нам не нужно ждать. Ой, ну тоже мы, как ветхозаветные правоцы, в ад попадем, Господь нас спасет. Нет, Господь говорит, не нужно ждать, не нужно в ад попадать. Уже сейчас я готов вас призвать. Другое дело, что вот этот огонь, вот этот огонь испытаний, вот недаром такой образ горнила страданий, да, или там человек прошел огонь, воду, медные трубы, вот как говорят, да, вот эти все фразеологизмы, они тоже показывают, что вот этот огонь, или тоже человек даже пришел не через внешние испытания, а как вот ушел пустынник в пустыне. И да, конечно, там может и жарко, и воды нет, и тоже там может как-то голодно, а ночами и холодно. Но самое главное, что он огонь страстей преодолевает. Вот страсти кипят в душе, и старец аскет их подавляет. Причем это очень сложно. Мы помним, какие по потерякам, святоотеческим, какие искушения были, как эти страсти пылали, как люди по 60 лет могли бороться с какой-то страстью, и только потом уже стяжали дух мирен, и чудеса могли творить, исцелять там окружающих своей молитвой, тоже обращать души ко Христу. Что вот этот огонь испытаний и искушений, через который мы проходим по ходу своей земной жизни, и искушений внешних. Да, может, не такие мученики нас не выводят на арену цирка, чтобы пытать там и убивать за Христа. Но в любом случае, какие-то искушения мы берем, их преодолеваем, не унываем. Нас укрепляет вот эта соль, которую Господь в нас заложил. Вот апостолы соль мира пришли, нас осолили, да, и вот эта благодать идет, благодать идет от апостола к епископу, епископ священникам, и мы вот находясь в церкви, да, даже если, даже там священник перед нами, который нас там крестил, исповедует, то он согрешил. Он выпал вот в этот осадок, его соль потеряла силу, все равно он нам передал эту соль, и эта соль в нас есть и хранит нас от греха, уберегает, хотя испытания и искушения нас подталкивают к греху. Так и от внутренних вещей, когда вроде не все и благополучно, а страсти раздирают. Страсти раздирают, гневом ты переполняешься, там, завистью, похотью, чем угодно, там, гордостью. Все это тоже, это тот огонь, который огонь, который показывает, есть на соль или нет. Иногда у нас идеальная ситуация, и внутри ничего не бушует, и снаружи все благополучно, нам кажется, о, мы христиане. Но Господь нам посылает и говорит, а достаточно тебе этой соли. И всегда этой соли можно взять и обрести у тех, у кого эта соль есть. Именно поэтому мы обращаемся и с молитвой ко святым, Богородице, конечно, источнику вот тоже всего доброго в мире Господу. Господи, дай нам некоторый запас. Именно в этом и смысл поста получается, потому что пост не то, что мы постимся всегда, каждый день. Нет, мы взяли по постили, чтобы как раз наша душа укрепилась некоторым москетическим усилием. И укрепилась она не только на дни поста, но и наоборот, когда наоборот день праздника, кушанье, вот эти застолья, а все равно у нас есть некоторые укрепления, мы держимся и дальше. Мы, конечно, конечно, хорошо непрестанно молиться, но то, что мы выбрались уже в воскресный день на службу, помолились, и тоже вот это нас укрепляет на всю предстоящую неделю. И никакое испытание нам не может помешать. И более того, да, вот всякий огнем осолится. Даже если человек берет, не очень знает Евангелие, и не очень умеет молиться, но, как Господь говорит, всякий огнем осолится. Но если он с любовью к ближним не теряет эту любовь, не теряет веру в людей и заботу о них, несмотря на то, что жизнь его изрядно потрепала. Если у него есть искушение, испытание, он даже не очень понимая как, не понимая высокого богословия, все равно как-то поступает по-человечески, по-христиански правильно, то, конечно, Господь показывает, ты достоин для того, чтобы во мне сохранилось вот это благовестие. И человек через это тоже приближается ко Христу. Более того, мы видим, как люди, например, которые выросли в безбожные советские годы, и, в принципе, неплохие люди, наверняка грехи были в молодости какие-то, и эти люди, ну, правда, они не молились, в храм не ходили, и вот они страдают как-то перед смертью. Это отнюдь не знак того, что это Господь их начинает как-то мучить перед смертью. Не, если человек совсем грешник страшный, он умрет безболезненно, его ждет потом, увы, мучение без Христа вечности, а нет, это Господь напротив может послать человеку, человеку, чтобы он через какие-то страдания задумался, задумался о своей душе. Сколько людей не хотели идти на исповедь, а потом в реанимацию попадает, и вот приезжает, заходишь в реанимацию, заходит священник, и человек так искренне каятся, как никогда не услышит таких покаяний, как вот в реанимации. Тоже потому, что этот огонь пробуждает, что вот эту соль, которую Господь каждому своему чаду дает, чтобы у него была жизнь и более интересная, и более насыщенная для себя, и для ближних, и главное, чтобы он хранился от греха.